I have ways of blowing things up. Если мне нужны они были на штурм, штурм скорее всего не состоялся, так ты идешь на фотки номер два, ты идешь на фотки номер два, продолжаем, все умственно отсталых выкинули, ну хорошо, менее способных, понимаешь чувак, у него 15 этих, даже вон мурадян сумел, сегодня вечером нужно заплатить, фрай идет нафиг, так, мне нужно золото, туда нам надо, мне нужно золото продать, давайте продадим драгоценности, да, уверен, а где нам добыть двадцатку в следующий раз, через неделю, если я сейчас золото, на тебе Марию Ивановну, у меня есть шесть тазеров, которыми никто не пользуется, потому что нету кариков, блин, они лежат мертвым грузом, ладно, это две тысячи долларов, кстати да 28 можно вот этих разочек еще продать 29800 нет купить 8600 у тебя золото стоит, да а, вот у тебя карики можно было купить, блин серьезно, всего лишь по 100 баксов я мог бы пойти на этот штурм, да, ладно, давай сюда золото и где у нас там этот дружище, да отвези ему золото, так, музыка время платить по счетам, приготовили 500 баксов? да, подавись так директор завода милочка, он мне, он мне должен, типа, быть крысой и рассказывать все, что происходит, но он мне ни хрена не расскажет, я тупо ему деньги сливаю директор завода увидел из окна своего кабинета, как кто-то пытается угнать его старенькую машину почему у этого такой огромный рейтинг блин, вот эти ребята давай, поехали а тут что? мама ведь говорила вам, что нужно чистить зубы дважды в день, посмотрите на ее страшные зубы я всегда чистила зубы по 3-4, иногда даже по 5 раз в день, но они все равно почернели правда была, права была моя тетя, на женщинах нашей семьи давно пишет проклятие кажется, моя прапрабабка поссорилась с высокогорным духом лотосом но случилось кое-что, что я называю никак иначе как чудом когда я стала пить фирриколу я чувствую, что зубы становятся крепче попробовала полоскать этим чудесным напитком рот, эффект на лицо наверное, это как-то связано с тем, что создатель фирриколы погиб в страшной смерти может быть, его душа обберет на себя часть проклятия не знаю, я не специалист в этом знаю, только что мне нужно больше фиррику чтобы у меня был шанс закадрить нормального мужика кто-нибудь получше моего воршливого мужа давно известно, что напиток пропал из магазинов и его производство свернули но на складе еще должны были остаться ящик другой пусть парочка ваших не самых пустоголовых копов наведаются туда и привезут мне как можно больше специальных зеленых бутылочек если они ничего по дороге не побьют, то вы сможете регулярно наведываться ко мне в магазин там будет все, кроме этой чудо-колы, конечно же давайте, ребят, поехали так, а этому челу нужно было... так... кокаин, молотый кофе и паприка кокаин у нас вроде как был сейчас я на складе быстренько чекну мы не планируем никаких штурмов хорошо друзья так, склад да, кокаин у нас есть паприка мне еще телик нужен, блин у меня есть все кроме телика трындец, а где мне взять телик? я не работаю по выходным супер как я обожаю таких людей вооруженные люди в масках врались в банк потребовали открыть хранилище ёпп две тысячи ну это трындец ты нормальная там? мы вставили одну отмычку в замок, ничего не вышло вставили сразу две, но тоже самое наверное нужно было оставить три, но у нас с собой было только две, так что в склады мы так и не попали, красавчики просто, чё я скажу больница я дал Канаяну золото не знаю только зачем она ему выглядела трындец как мрачно вот если бы мне достался золото, если так я бы веселился от счастья пятьсот баксов спасибо, блин пах преступник в пуховике поднял с земли кирпич видимо он хочет разбить стекло автомобиля чтобы открыть и я туда три человека отправил на преступника спасибо чтобы открыть дверь приказать бросить и сдаться кончик послушался копа и издался полиции оказалось он хотел отомстить директору завода за несправедливое по его словам увольнение и сдать машину на металлолом. Он от преступника несет алкоголем. На тебе хотя бы одну силу. Ну, 4 секунды. Какие 4 секунды? Вы о чем? У меня не хватит, даже если я запихаю все, что у меня есть. Видите? Мне не хватает. Мне нужно, чтобы вернулись хотя бы парочка ребят. Вон у Розенкранца, например, 600. Но ты же не подождешь, да? Это вот вторая подстава, смотрите. Ну, короче, конечно, вооруженное ограбление банка. У нас никто не переехал на вызов. Преступник скрылся, гражданский погиб. Ну, максимальнейшая подстава от игры. Просто, ну... Ублюдство какое-то. Разнорабочий сообщил, что у него украли обед и офицерские часы и сумки, которые он доставил... которые он ставил на хлеву. Серьезно. Я на это все... На это отправляю всех своих людей, да? Дольче вернулся. Надо еще раз на склад съездить вот сюда. Ну, сейчас, когда они будут уже возвращаться обратно, чтобы у меня хоть какой-то бэкап был. А то вон... Мистер Нэш, вы человек в городе Новый, так что я не знаю, слышали ли вы местную легенду о сокровищах, которые лесные духи припрятали для самых праведных. Мы с братом праведником за всю свою долгую жизнь не встречали, что... Мы с братом праведники за всю свою долгую жизнь не встречали, так что подумали, что эти сокровища должны лежать где-то нетронутыми. А раз так, то мы решили их найти. Нам быстро удалось выяснить, что они зарыты в лесу неподалеку от Шерплода. Мы нарисовали карту, собрали, взяли лопату и отправились в путь. Чтобы не заблудиться, мы делали отметки на деревьях, но когда достигли нужного места, произошло что-то странное. Сгустилась тьма, а дальше я почти ничего не помню, только постоянный свист, пронизывающий кость. Я пришел в себя на выходе из леса, а брата своего с тех пор не видел. Может, прогневил духов, и он сгинул в том прокалитом лесу. Но я хотел бы знать наверняка, что с ним случилось. Если вы рискнете отправить его от своего наблюдательного копа, то я отдам ему карту, где отмечено место. Дольче, ты как наблюдательный? Едь, короче. Фиг с тобой. А подросток утверждает, что заметил бомбу под лавочкой в парке. Две тысячи. Две тысячи. Игра, окстись, какие две тысячи? Где я тебе должен взять столько? Кража, свиньи почули запах сэндвичей с беконом, выбрались из загона, чтобы перекусить. Вместе с едой они случайно уточили часы, которые лежали рядом. Вскоре мужчина выследил пропажу по крошкам бутербродов. Отлично. А что я вам сделаю? Да ты там хоть замигайся, мне некого отправить. Опять, блин, игра меня подставляет по полной. Она мне дает вот такие вот... Угроза взрыва, никто не приехал, гражданские погибли. Конечно, да. Вот так вот мы, собственно... А вот 420, на тебе музыка. Сера Седнай выезжает с заправки, у него большой скорости влетела фура. Ну давай, иди. Какой же трэш. Так. Аноним сообщил о контрабанде героина в белом микроавтобусе без номеров, который только что заехал в город. Ну, в принципе, хватает. На тебе снайпера еще в придачу. А! Так, фура лежит на боку, из кабины выбирается пьяный водитель с огнетушителем в руках. Синий седан, смятый, перевернут на крышу. Он говорит, смотри, женщина с двумя детьми. Попросите огнетушитель. Я сам его потушу. Пьяный водитель отпихнул коп и побежал к синему седану. Пока он возился с огнетушительной, машина взорвалась. Женщины и двое детекторы ходили с машины, погибли пьяный водитель. Он бросил взрывом. И он умер от удара. Блин, ну... То есть, а самому бежать к машине или... Это, ну... На самом деле, может быть, стоило бы его убить. Так. А что тебе? Тыща... Блин, откуда такие цифры? Пусть они приедут сначала. Так. Недовольный сотрудник решил угнать катафалк за счет зарплаты. Офигенно. Ехай. Так. Да-да-да, вы там много понараскрывали, я вас знаю. Я в вас верю просто. Что в этот раз? Вы наверняка слышали про шарпуски бега на льду. Так ведь? Это традиционное соревнование в наших краях. Участники босиком относятся по замерзшему озеру. На перегонке есть и призовый фонд, а некоторые даже ставки на бегунов делают. Так вот, я действующий чемпион этих бегов. Я был признанный человек рахет, но недавно у меня появился, так сказать, конкурент из молодежи. Того пацана зовут Салли и тренируется он как баба на скакалке прыгает, якобы укрепляет коленные чашечки. Разве это настоящая тренировка? Настоящая тренировка, когда вырубаешь кусок льда из озера и берешь, и бегаешь с ним на плече, пока не растает. И что вы думаете? Мало того, что этот перец теперь дышит мне в спину на каждом забеге, так еще и к дочке моей клине подбивает без спроса. Вот этого я уже терпеть не смогу. Отправьте к нему своего самого мощного копа, чтобы он дубинкой обработал драгоценные коленные чашечки этого Салли. Офигеть! На, ехай. Итак, громоздкий катафалк медленно выворачивает на дорогу из гаража похоронного бюро. Приказать заглушить двигатель. Приступник послушал скопа и сдался. Ну, вот, красота. На тебе силу. Силушку. Хоп-хоп, езжайте. Вряд ли уже до часа что-то случится. Да-да, подавись на. Разведка снайпером. Так, патрульная машина догнала белый микроавтобус без номеров. Разведка. Снайпер увидел, что за рулем микроавтобуса едет мужчина. Одной рукой он держит роль, а другой револьвер. Ну, а он уж будет стрелять по нам, блин. Водитель микроавтобуса не послушал скопа и попытался выйти с ней в патрульную машину на обочину. В итоге оба автомобиля потеряли управление, заглухли в кем-то выйти из кабины. Выскочил мужчина револьвером и начал обстреливать патрульную машину. Снять снайпером. Пожалуй, я угадал просто, когда взял с собой снайпера. Был, так, снайпер обезридел преступника и выстрелил в голову. В его микроавтобусе нарушена крупная партия героин, которую мы заберем себе. Конечно же. Как же без этого лес. Мистер Нэш, я нашел ящик золота. Только я не совсем уверен, как так вышло. Помню, как брел по лесу, следуя каракулям на карте старика, как вдруг вокруг скустилась кромешная темнота. Я услышал какой-то свищающий звук и словно... Так, пришел себе на входе с леса, весь грязный рядом с ящиком золота. Я буквально сегодня с утра купил это сраное золото. За 9, блин, штук. А продавать его сейчас надо будет, скорее всего, за каких-нибудь 4 или 5 штук. Вот просто игра издевается. А где мне телик, кстати, взять? Про телик никто так ничего не сказал. Замок у них на складе какой-то детский оказался. Так что мы без проблем попали внутрь и вынесли столько феррикол, сколько смогли найти в процессе и сами выпили по бутылочке. Но никто ведь не против, да? Волшебный напиток все-таки. Красавчики. Так, туалетную бумагу нам выдали. Круто. Бритвенные станки выдали. 700 баксов. Хорошо. Купить что у тебя можно купить? Скажи мне, что у тебя телик можно купить. Пожалуйста. Большой телевизор. Да. Так, телевизор маленький, аудиомагнитофон, видеомагнитофон. Стоп. У нас есть большой телик. У нас есть пустые видеокассеты. У нас есть генератор. У нас есть видеокассеты с записями. А что там надо было? А я уже не посмотрю, да? Ранение. Басант Перси был ранен и проведет один день в больнице. Но если за этот срок он станет для тебя обузой, я могу облегчить твою ношу и позаботиться о нем за 100 баксов. Сегодня же. Сегодня же. Басант Перси. Басант Перси. Но если за этот срок он станет для тебя, я могу облегчить твою ношу и позаботиться о нем сегодня же. Нет. Спасибо. Пусть. Джеймс Хилл. Нэш. А пацан не так-то просто казался. Навалял мне по полной. Я еле уполз. Мистер Альварес только хмыкнул и сказал, что все еще ждет человека, который сможет отбить. Будет завтра человек. Блин, они все уставшие в усмерть просто. Ну, хоть Перси по морде надавали. Офигеть, а кто завтра работать пойдет? Вы посмотрите на них, они все уставшие. Я еще два огромнейших дела за сегодня просрал. Это просто трындец. Ну, вот ноль. Обалденно. Игра просто издевается. Да, хорошо. Можно это скипнуть как-то? Чувак сейчас купит вон баллончиков, шокеров. Да, 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 да. Угу. До свидания. Галилахи. Блин, офигеть. Ход нэш, конечно. Я же могу потратить свой целый ноль, да? Четвертый день. И он офигеть как меня опережает. Если я проиграю это соревнование, Игра с разбегу идет нафиг. Я серьезно говорю. Я уже который раз не могу купить себе новых копов. Они у меня не прибавляются, они дохнут. О! Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мистер Нэш Иди нафиг Нэш, тут ребята написали записки С пожеланием по идее Лучше тебе все это учесть Если не хочешь, чтобы тебя сожрали Живьем Чё, блин? Чё, блин? На 9 человек Апельсиновый сок? 90 баксов Шарпутский узвар будете пить Мороженое, фруктовый салат, пончики А что там изначально было? 180, 117 Вишневый пирог Крылышки с баффало Крылышки баффало с печеными бобами Хот-доги Биф-чили Овощной суп Будьте питаться, блин, как в деревенской столовке Нэш, ну ты нам весь обед этим травяным пойлом пересрал Ты что, не в курсе, что Шарпуди не пьют? Шарпуди его пьют у к сумасшедшей бабки Алиев потерял уважение Потерял уважение Потерял уважение Вы вышли за пределы выделенного департаментом бюджета И потратили 9 баксов из своих денег Я не собираюсь тратить на вас свои деньги На самом деле, на данный момент Мне, в принципе, уже все равно, чем это все закончится Потому что игра потеряла уже любое уважение в моих глазах Вот, но мне интересно теперь не когда это закончится А как это закончится? На какой именно минуте мы просрём? За нами опять приедут ФБР или... Что на этот раз произойдёт? Так, нужно сильного чувака, да? На Ага, давай ты не будешь гонять То есть, до еды ты бы согласился О! У этого чувака много силы, давай А тут у нас кто? Мистер, знаешь, я по уши в дерьме У меня большой бизнес, я держу... Я держу прорубь? Что, блин? Где можно достойно отдохнуть и взбодриться И так вышло, что один из моих клиентов напился и утонул Его тело где-то подо льдом бултыхается сейчас Человек был авторитетный Так что, если его труп выплывет весной То его блатные кореша первым делом Смонят обо мне и просто посадят на нож Не разбираясь, что к чему В общем, мне нужно достать этот чёртов труп Из проруби прямо сейчас И где-нибудь закопать От деда мне остался старый Водолазный костюм, который Блин, теперь никто никуда не поедет Давайте Джексон поедет туда Купить шоти ещё там ещё раз можно купить Вот, стоп, персики, суп, паприка Вот, паприка И молотый кофе там надо было купить Да, ещё раз Валентин Давай сюда Так Дофига Я понял Ачи сообщили, что на машину инкассаторов Напал вооружённый грабитель Поехали Мы тут посвящались Решили, что никуда не поедем Лучше в карты поиграем То есть хоть одного Когда у тебя одни раздолбай Нужно с ними отправить Хотя бы одного дисциплинированного Но дисциплинированный у меня был как раз Блин, надо было 1820 Блин, это просто трындец Школьник с отцовским арбалетом Подстерегает нелюбимого одноклассника После урока И устроил на него охоту А где там сторож в школе Который собирался флешками закидывать людей Морг Я привез ему Химику Трупорезу вашу посылку Будете Видели бы вы, как загорелись у него глаза Он сказал, что сыворотка права теперь доступна для вас в неограниченном количестве Кому вы хотите развязать язык Так уже некому в принципе Солярка в канистрах Каким образом, блин? 700 баксов, спасибо Так Я хорошенько обработал колени этого придурка Больше он никуда не побежит Мистер Альварес остался доволен Просил передать, что ждет наших ребят на льду Это все Это чтобы В хоккей играть будем, что ли? Не будете вы играть никакой хоккей Кожаные ботинки получим 2000 получим Отлично Тренер скорости Ага До свидания Вот это мы пропускаем Потому что мне просто некого туда отправить Там нереальные 2000 поинтов надо для чего-то Я даже не знаю Грабитель в лыжной маске с охотничьим рожнем Держит на прицеле охранника Который откладывает мешок деньги из машины инкассаторов Другие охранники лежат на земле Нет, не ты Ты Выстрелить Это плохая идея Блин, я тебя понял Любой из вас будет говорить, что это плохая идея Ясно Выстрелить Коп промахнулся Конечно 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 Ответ Выстрелил копу в ногу Сходил в мешок с деньгами И сбежал Короче Это будет еще один день Так Знаешь, пока я там Полз на глубине В темноте подальдом У меня было время Немного подумать О жизни О своем будущем Вообще Я понял Главное Не хочу больше быть копом Да никогда не хотел Ну, молодец Еще минус Джексон Короче, все Игра разваливается Буквально Так Сюда мы даже не поедем Покушение на убийство Гражданский погиб Конечно Преступник сбежал Сегодняшний день У нас опять уйдет в минус Потому что Ну все Игра скатилась полностью Аранович На три дня Блин Я его мог вернуть За сто баксов Да Так Тут Девятьсот Давай Отправить Может успеем еще Две тысячи Возмущенная женщина Вместе с родственниками Соседними Пришлось под кабинет Донтиста Раши Так Риши Потеля С веревкой Угрозами Лечевать Криворукового Индейца На защиту Риши Встал местный священник Несколько прихожан Донтист Несколько прихожан Донтист Арендуют комнатушку Для своего кабинета У церкви Ситуация Накаляется Закрыть Потому что мы туда не поедем Потому что у меня нету Двух тысяч Блин На восемьсот десять У меня даже Кстати на восемьсот десять Не хватит Да Не на восемьсот десять Хватит Женщина налила топливо Из канистры На свежую могилу И подожгла Отправить Ну сюда мы не поедем Туда мы тоже Уже видимо не поедем Пропажа человека Пенсионер Эдди Макгрин Старческого Слабоумия И забывает Про то что его супруга Скончалась пять лет назад Поэтому Регулярно выходит в город И искать Внучка уже Спасибо На ложный вызов Блин съездили Идеально просто Так Здесь две сто Сюда мы просто Не приезжаем Здесь Но он сам конечно же Не поедет Ему нужно Хозяин лесопилки Пришли трое парней С монтировкой Требуют заплатить штраф За дерзкую вырубку Лесного хозяйства Ясно А тут сейчас смотрите Гражданский погиб И всякое такое Так Женщина своей дочерью Лет шести Ходит вокруг могилы Поет Духи лесные Вилят тебе Встань Сторож кладбища Так Потушить могилу Огнетушителем Распылить перцовый баллончик Коп распылил перцовый баллончик Она завыла от боли Сходила за лицо И пала прямо в огонь Девочка осталась сиротой Как я обожаю эту игру Блин Просто трындец Они прям Максимальнейшие Неправдоподобные Отвратительные вещи Вот На На Держи Покушение на убийство Ну смотри Конечно же Гражданский погиб Ну да Я сегодня играю в минус Второй день Скорее всего Наверное Следующий день Третий Будет Когда я играю в минус И за мной Просто еще раз Приедут фбрщики И все Ну потому что Хозяин листопилки С разбитой головой Бежит этот парни С монтировками В сторону патрульной машины Выстрелить в воздух Вымогатели Не испугались Выстрелы Продолжают Преследовать Хозяина Лисопилки Мужчина Забежал Закопа Выхватил У того Револьвер Из кабуры И прицелился В вымогателей А пусть стреляет Хозяин листопилки Расстрелял Вымогателей Из стабильного оружия Ну в принципе Тут вон Хозяин листопилки Стреляет Лучше Чем 1620 С охотничьим ружьем Зашел внутрь И отстреливает Собак в клетках Но мы туда не попадаем Потому что У нас не хватает Городок Так Вы наверняка Были в серьезных отношениях И знаете Что с этими Папами Никакой Жизни нет Но и без них Тоже нельзя Так ведь Ну вот Я и жена Нужно 22 года Каждый день Страдал Но терпел А тут супруга Объявила Что хочет со мной Развестись Не я А она Представляете А кто мне в таком случае Жрать будет готовить Короче развод Я допустить не могу Я даже знаю Что нужно сделать Давайте вы На день В кутузку Заберете По кому-нибудь Поводу Липовому наркотики Нет Ну видите Типа Вообще Нереально Это рассчитано Или на более опытных копов Или на большее количество копов Но Ну смотрите Гражданский Нет Просто сбежал Хорошо Вот Ну короче Эту Эту игру Уже Не спасти То есть Я уже начал Второй раз Более-менее Вначале Шло нормально Но Потом Все равно Все скатилось К чертям Я не знаю Как здесь нужно Играть Я уже даже На расследование Смотреть не хочу Потому что Это все превращается В фарс Я не знаю Как тут нужно Играть Чтобы по-человечески Выиграть Так Вот все Что нужно Держи Я тебе позаботился А что мне за это Шарп Вот место Дремучее И мне Гордому представителю Католической церкви Приходится следить За активностью Еретиков И жестко пресекать Но мне тут Попался Крепкий оришек Я никак не могу Заставить его Отречься От всех этих Лжепророков Я слышал Что ваши ребята Умеют Найти подход К разным упорцам Прямцам Поэтому прошу о помощи Отправьте мне Подходящего для этого Делокопа С собой Ему ничего брать не нужно Он сможет Воспользоваться Моими инструментами На Блин На Вряд ли он там Конечно что-то сделает Ну ладно Теперь у меня Еще и вот Эти копы Стали абсолютно Неадекватны Потому что Они не хотят Никуда ездить Они выеживаются Я приехал в церковь Сумасшедшая баба Реально хочет Чтобы я Какого-то пацана Пытал Короче За последствия Не ручаюсь Еретик Разговор Со святым Духом Заставил Жица Пусть Блин Офигеть Какая же она Отбитая Так Врачевание Ангельскими Голосами Влей в уши Беззаконниками От ангельских Голосов Давай вот это Ну это тоже Страшно Ну давай Нужно чтобы Воля шатнулась Раньше Здоровья Да Еще раз Волю Все Воля лопнула Здоровье Осталось Пожалуйста Хватит Осознать Я еретик Подоим Всем Неверным Богом Лесным Духом Заодно Теперь Отпустишь Блин Такого Кто угодно Нэш Под пытками Любой Что угодно Расскажет Благо Парень Достаточно Быстро Задался И сказал Ты психопатке Что он Хотел услышать Но Друзья У тебя Конечно Фиговы Что дальше С парнем Будет Не знаю Тетка Сказала Что его Ждет Справедливый Суд А тебе Она Попросила Передать Что отныне Ее церковь Открыта Для беседцами Отъявленными Грешниками Которых Ты сможешь Поймать Станки Сколько Бритвенных Станков Офигеть Просто Опять же У нас Сейчас Минус Два Человека Причем Что Джексон Пошла Бы Отдыхать А Ранович Ранович В больнице Давайте Так Это второй день В минус Офигенно Да Минус Три Минус Двенадцать Минус Один Минус Восемь Давайте Я сейчас Уже Я понимаю Что уже Поздно Уже Сорок Минут Прошло Но я Не хочу Затягивать Это На следующую Серию Потому что Я практически Уверен Что на третий День Мы просто Проиграем Давайте Тогда Уже Закончим Это прохождение Не перекидывая На следующую Серию Зачем Вы каждый Раз Мне про это Зачем Короче Я же говорю Что эта серия Будет подлиннее Но Ходнэш Ходнэш Нажать Далее Шест пятый День У него там Тридцать шесть Вначале У нас еще Хоть какие-то Шансы были Но Да Так И не будет работать Каждый день Истеричка Эти все больные Эти все Уставшие Валентина Можно еще раз С собой Затащить Далее Давайте На следующий день Мы сейчас тоже Посмотрим Мне кажется Что просто Это уже Тогда будет Последняя серия Это я Ты встал? Что ты думаешь? Слушайте Я говорил С Шапиро О ситуации Правда Это плохая Он может даже Не сделать До конца Я не знаю Что он сделал Но Дикт Из-за Мэйор Не хотят С ним But tomorrow One of them Will be Considering Your request At least A.V. Carlos Has to be There Do you know What that Means? I'm not Come on Reeves Plunkett Plunkett Needs To show Off To show Them That he Has Everything Under Control He'll Need To puff Himself Up Like a Tough Leader The only Thing Holding The Prosecutor's Office Together Which Means You're The ideal Target For him To show Them What a Tough Boss He Is You see To put It Simply Whatever Happens Tomorrow Just nod And Don't Say Anything Except Yes Sir And Hopefully The blowback Won't Get out Of Hand Lena Are you still there You'd really like that, right For me to always say Yes, sir And that's it Lena, what are you talking about Look, I am trying to Well, sort of like Trying to save you Don't you get it Good night, Reeves 8 Декабря На самом деле Мы сколько Мы прожили На На 6 На 5 На 6 Дней Дольше Чем В первый раз Я почему-то Еще так подумал Что дам Этой игре Второй шанс Начну Второе Прохождение Но На самом деле Это лишь подтвердило То, что Не стоило Этого делать Опять же Ладно Выводы будут В конце Есть О чем рассказать Поэтому Да Такое Before we begin Miss Berman I should note That Mr. A.B. Carlos And Mr. Ronald Atticus Representing the city administration Have been good enough To join us And Judge Hawkins Has also kindly Agreed to attend The rest of these gentlemen I believe you already Are familiar with Thank you, Mr. Plunkett I'd like to start with If you will allow me Miss Berman I will begin I'm still in charge Aren't I? I... Yes, Mr. Plunkett I didn't mean to I just I would like you to answer A few background questions That will help us Understand Your investigation Into the case Of Jack Boyd Of course I... Of course But I just don't What's so interesting About him? Sir, you ask me Why I want to catch Jack Boyd? In my opinion It's obvious That... No, Miss Berman I did not ask you Why you want to catch him I asked Why you're interested In him Sir I'm not sure I understand the question Oh Well, in that case Allow me to Phrase the question More precisely You like Jack Boyd Because with him You Don't feel lonely As you said In a telephone conversation On September 19th Of last year Or maybe Because you Consider him Energetic And full of strength As you said On another call Four weeks later The whole point Is that Mr. Plunkett Sir, before you go on I think it must be said That You know, Miss Berman I am a man Of conservative upbringing I always imagine There are certain Obligatory rituals And relationships Between men And women Going to the movies Meeting at the cafe Walking in the moonlight But I see That's just Boiler plate romance Compared with These Touching Transcripts You've quite convinced me That even over the phone You can Create a very Close bond With someone So close In your case That it creates An obvious Conflict of interest And although Your Connection With Mr. Boyd Didn't end Under the best Of circumstances I don't think I need to explain How grossly You've violated Professional ethics And even Perhaps The law Sir I'm not How How did you Isn't this The work Of the prosecutor Miss Berman To know A little more Than the others know Information Is our weapon Haven't you heard I'm sure Everyone in this room Will agree Do you think I would have reached My post If I couldn't Gather information And use it At the right Time And place Everyone here Understands perfectly What I'm talking about I assure you And I have little doubt That you Understand As well Miss Berman Now going against A person With information Is like Going against yourself A young lady With ambitions Simply cannot help But learn These common truths Mr. Plunkett There's something But even Truisms Are sometimes Worth remembering Are they not If you'll just Let me explain I believe We're finished here Miss Berman You are suspended From all current duties Your future Will be decided In a special meeting On February 2nd Meanwhile You're free to go We don't need To detain Our guests Any further I think they've heard Everything they need To hear So We have Climsy At least At least The only thing I'm glad That he's alive My father Who has Connected In The 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 Берешь И Даже Читать Это Не Хочу У 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 идут неплохо. Вот ваша доля. 56 баксов. Я для этого надрывался? Ладно, 1350, это дофига. О, до сборной башни. Подозрительный мужчина обливает бензином человек без сознания. Отправить. Получастка туда поехали. Мистер Нэш, вообще-то я должен был оставаться в подчинении, но теперь она говорит, что я ее окончательно достал, так что похоже, сколько людей я туда за это время у кого-то врать, она мне отправила только одного, пастрами. Похоже, я перехожу под ваше крыло, и чего она меня так не излюбила? Ну да, попала разок дуротиком в свечу и стрел, небольшой пожар стал, и ты... Я сам же его и потушил. Иди сюда, дружище, ты красавчик. Гляньте, он нормально одет по форме, у него хорошая... Блин, офигенный чувак. Лиль вообще дура, если что. Молодой парень громит пекарню, потому что там закончились его любимые пирожки с персиком. Мне не хватает 5 поинтов. 5! Карл, 5 поинтов! Я не поеду в пекарню, потому что мне не хватает 5 поинтов. Два грузчика сцепились между собой, когда один уронил другому на ногу тяжелый ящик с консервами. Просто ясно, что эти за 10 секунд не успеют вернуться. Значит, этот вызов уже просран. Ну то есть, в принципе... Ой, а тут можно было еще и расстрелять в одну напорную башню. Группа мужчин облила неподвижную фигуру в белом саване бензинами, водит хороводов вокруг постепенно разыграющихся пламят. Я напеваю, духи лесные, примите. Подскочите, затоптать. Коб мигом подскочил, затоптал разыграющихся пламят, только его формировали брюки, и мы пострадали. Похоронная процессия оскорблена и собирается проучить. Бросит светошумовую. Коб бросает в толпу светошумовую и без проблем задерживает участников похоронной процессии. Красавчик, на тебе немножко стрельбу, давай стрельбу тебе, да. Ну вот, вообще никак мы сюда не попадем за три секунды. Тут у нас сейчас, смотрите, и пострадавшие, и все, что хочешь. Ну, я же говорю, никто не приехал. Суперски. Так, 945. Сейчас кто-то вернется, поедем. А здесь у нас работа у меня не веселая, сижу целыми днями на стульчике и выдаю больным карточки в больнице. Они, мало того, что всякую заразу тут распространяю, так еще и вечно недовольны тем, что приходится в очереди постоять пять минут. Я-то люблю утихомирить. Я-то любого утихомирить могу на раз-два, но надоело, все это страшно. Хочу как-то отвлечься на работе, раз на пенсию не отпускают. Вот если вы нашли для меня маленький телевизор, то жить бы стало веселей. Под потолок его повешу и буду... Так, маленький телевизор надо. Я помню, что он продавался, я не помню, почем купить. Я уже даже... Вот маленький телевизор, да. Я уже даже не буду заботиться о том, что мне нужно заплатить 20 тысяч, потому что я не доживу просто. Лысеющий, пожалуй, грузчик бьет консервной банкой по голове своему более молодому коллеге. Говорит, я тебе сколько раз говорил ящики поднимать на счет 3. Использовать шокер. Ударил пожалуй грузчика шокером. Его сердце не выдержало удара, только имел он умер на месте. Молодому парню сильно досталось на жизнь. Ну, конечно, блин, конечно, убийство. Ну, что ж это может быть? Шокером бьем людей и обязательно убийство. 1200 до хрени лярд просто. Сейчас Валентин приедет, я его отправлю. Давай, пошел. Заключенный пытается сбежать из тюрьмы, он вырубил охранника, но испугался высоты, когда залез на забор и теперь не может спуститься. Почему мы этим занимаемся, а не тюремные? Вон, 25 секунд, сюда 945 надо. Может и успею, кстати. Женщина докажет, что у дороги возле трейлера уже несколько часов стоит очень подозрительный полицейский. Пострами оставим пока что у себя. Посмотрим, как оно будет. Ну, я практически уверен, что это день за пород, потому что, так, больница. Так, стоп. Женщина пугалась снеговик, который слепили дети. Хе-хе-хе. Больница. Наш порядок подключил телик этой тетке, так она меня чуть не расцеловала. Мне копилку разбила и выгребла всю мелочь. И строго-настрого сказала, чтобы твои ребятки заходили к ней за нолькой. Что она про кого? Про нас, что ли? Ребятки, да. Так, туалетную бумагу нам достали и хозяйственное мыло, спасибо. И еще и антибиотики. Это реально хорошо. 43 бакса. Не такое же это, но тренер переговоров. Ох, блин. Были бы деньги на все это, да? Хе-хе-хе. Относительно? Относительно. Если вот не про тот втыканный вызов, то оно еще и неплохо идет. Бритый мужчина вцепился в колючую проволоку на верхушке сетчатого забора. Его руки кровоточит. Залезть на забор и снять его. Ну, блин. Я же поцарапаюсь. Пусть сидит прикольно. А почему нельзя что-то другое с ним сделать? Блин. Конечно же он полезет и подсо... Ну, то есть, серьезно. Пусть сидит, это уехать и преступник сбежал. А вот это вот... Выстрелить? Попал заключенному в голову. Коп ранен. То есть, когда чувак бежит с забора, и ты ему попадаешь в голову, когда ты впритык стреляешь в какого-нибудь подозреваемого, то... Нет, ты не попадаешь. Ты попадаешь в жертву. Ладно, дольше на два дня. Выпал. Печально, конечно, но что есть. Я лучше карманник... Что, блин? Ладно. И хотя я сейчас в тюрьме, меня никогда не ловили за руку. Я здесь по другому поводу. Меня подставил этот засранец в белом халате доктор Канаян. Его сын Килим постоянно доставал моего пацана и учиться в одном классе. Мне это надоело. Я решил побеседовать с Канаяном, чтобы он приструнил своего трудолюбивого... Тупоголового. Сыночка. Возговор получился эмоциональный, так что я... Так что я... Нет, даже не ударил. Легонько толкнул Канаяна в грудь и в тот же вечер за мной перехали копы. Оказалось, Канаян воспользовался своим положением и состряпывал липовый медотчет, где указал жуткие побои и поврежения внутренних органов. Вот из этих выдумок я теперь и сижу. На воле мой сын продолжает страдать от побоев. Раз я на самом деле... Раз я сам не могу показать сыну пару применов, то прошу помощи вас отправить ко мне домой копа, который силен в рукопашном бою, чтобы обязательно с дубинкой... И у нас такая жизнь, что если уж учиться самообороне, то сразу против полицейских пал, так ведь? Если научите моего сына, как постоять за себя, то я возьму под крыло ваших ребят и расскажу им все о том, что... Под какое крыло? Канаян тебя бьет, я тебе Мурадиана отправлю. Иди. У него ни силы, ни переговоров, ну ладно. Ранение, конечно. Я постоянно забываю про эту штуку за 100 баксов, а уже вытащить его нельзя. Ладно. Я мог бы его сейчас вернуть. Сколько я задаю, что горбатая тетенька выращивает марихуану в теплице? Так, не сторонаешь, пацан безнадежно... Безнадежный оказался, хилый какой-то, учить его бесполезно. Короче, я ему свою дубинку отдал, чтобы хоть кто... Как-то помочь. Его папаша был... Его папаша был благодарен, и этому, хотя ухмыльнувшись, просил передать, что ждет наших ребят у себя на супружеских свиданках. Что это, блин, значит? 1800. Тренер скрытности. Угу. Тренеров я себе понабрал, конечно. Просто трындец. Ранен ДТП. Похоже, бедняга заснул за рулем. Вы в курсе, что их там четверо ехало? Почему он был за рулем? Что это за логика игра? Вот так. Прохожий сообщил, что двое парней пытаются украсить светофор с перекрестка. Твое за ногу. Ехайте. Да, давай. Возникли сложные после ранения, но он мирно... И он мирно скончался? Что, блин? В смысле, позаботиться о нем? В смысле, убить его, что ли? Погодите. Позаботиться о человеке, когда доктор или медсестра говорит, что позаботиться о человеке, я имел в виду, что, типа, у меня сначала даже возникло, что вы что, его убьете, что ли? А потом такой, да не, это же больница. Офигеть. Офигеть! С дабы снайпера, да, прокраситься. Офигеть. Вот это трындец. Как коп прокрасывал в теплицу, внутри она засажена кустами марихуны, одной из кустов сидит старуха с каким-то баллоном за плечами приказать сдаться. Послушалась, копа сдался, оказал плечами, у меня был самодельный огнемет, его-то школьники принял за горб. Огнемет, блин. Марихуана. На тебе переговоры. Просто трындец. На тебе на церемонию 100 баксов подавись. Это такой трэш, позаботиться о нем. Я думал, что, типа, чувак встал на ноги за день, чтобы быстрее это, а тут один парень сидит на плечах и другой откручивает табло светофора. Использует дубинку. Коп ударил преступника, стоящего на земле под колено, он упал и выронил своего сообщника. Полиция легко арестовала воров, оказалась, что они хотели использовать табло светофора для изготовления светофора. А почему в стиле этой игры было бы так. Коп ударил преступника, стоящего на земле по колену, он упал и разбил голову. Тот, который сидел сверху, неудачно напоролся на деталь светофора и истек кровью. Ну, блин, игра же любит так делать. На тебе одну силу, а то у нас никто не сильный как-то. На самом деле пофиг. Если я сейчас прерву вот этот вот минус стрик, то я, возможно, еще выживу и, возможно, будет еще одна серия. Но я не вижу, куда это затягивать. Ладно. Прикиньте, если я сейчас в плюсик выйду хоть немножечко. Один язычок такой в плюсик. Сегодня 17. за сегодня 8. Более-менее квалифицированная команда сегодня играла, поэтому за сегодня 8. Хорошо. Я нового себе, как обычно, купить не могу. Я могу купить себе еще два шокера. Зачем мне смотреть на его ход? Зачем? Вот он купил себе флешечку. Что? Я его все равно уже не догоню. Забейте. Ладно. Значит, будет еще одна серия. Я думал, что это будет последняя, но они буквально в последнюю секунду вытащили зубами, вырвали, что сегодня мы еще в этом. Третий день подряд полиция не приехала, значит, мы обнулили стрик, значит, у нас есть еще три дня, чтобы прозрать. Хорошо. Давайте тогда посмотрим сценочку, будем заканчивать серию. Да, она затянулась, я понимаю, тут было три дня подряд, но все же я объяснил свои причины, почему я хотел уже доиграть третий день. мои страхи не оправдались. Они и да оправдались, и не оправдались, то есть такое, с двух сторон. Хорошо. Прогибай, капитан Картер, но это важно. Не волнуйся, дядя, все в порядке, я не был времени спать в寝. Ты пришел чтобы желать мне успеха? Я имею в виду на несколько major случаев что я хотела, что я мечтала, что я мечтала, что я мечтала. Someone selling old weapons что они брали из Рептон. Someone else is trying to... Look, это не важно. Вы можете read это все вот здесь. The point is что мы получили многое evidence against some small-time criminals, relatively small-time, of course, но я хотела использовать их для того, bigger fish. Лили, есть только один день left. Я не имею any time to get to the big fish. And you don't need to. Just arrest all of these people, arrest them, and win. Your father would have laughed if he could hear this, but I... I'm a gentleman, my dear. Just win the stupid competition, Captain Carter. Checkpoint. А значит, что сегодняшнюю серию мы заканчиваем, будет еще одна, на что я не надеялся, но таки да. Поэтому пока что спасибо, что были с нами, всем удачи, добра, бобра, всем покеда. Игорь Негода. Игорь Негода.